Экскурсионный маршрут проходит по санаториям и объектам, где в годы войны располагались госпитали. Их в Сочи было 111. Инициаторами таких экскурсий выступили клуб «Эрудит» при Комитете городского собрания Сочи по санаторно-курортному делу, туризму и охране окружающей среды, городской музей истории и отделение военно-исторического общества. Акция под названием «Сочи. Город-госпиталь. Город мира» посвящена 75-й годовщине Победы. Тематические экскурсии будут проходить до 9 мая во всех районах курорта. В нашем значимом, нашумевшем проекте, о котором сейчас идет речь о 75-летии, задействовано 68 человек. Дело в том, что у нас 4 района. И в каждом районе, подчеркиваю, в каждом есть своя экскурсия, посвященная событиям войны. Город-госпиталь, город-мира. В центральном районе, поскольку центральный, самый населенный, густонаселенный, школа, больше гимназий. Мы сделали два маршрута. Один от Ривьеры, один от вокзала в сторону мемориала. Ну, мы очень гордимся тем, что мы сделали. Мы даже не представляли, что это может вызвать такой интерес у местных жителей. Три раза в неделю по историческим местам проходят около 400 человек. Записаться на экскурсии можно в ТОСах по месту жительства. Кроме того, в рамках внеурочной деятельности их начали посещать школьники и студенты. Меньше чем за месяц бесплатные экскурсии совершили около 4 тысяч сочинцев. Такие итоги были подведены на совещании с экскурсоводами. Встречу провел председатель комитета по санаторно-курортному делу, туризму и охране окружающей среды городского собрания Сочи Константин Гергишан. Экскурсовод рассказывает, дает информацию, а люди вступают в диспуты. А вот вы об этом не знаете, или мы знаем об этом. Лазарьки говорят, у нас здесь был аэродром военный, а вы о нем не говорите. За 40 минут невозможно сказать обо всем. Но люди участвуют в разговоре, значит, есть живой интерес. И город, вот жители, мы беседуем с людьми, сколыхнулись вокруг этой темы. Я вас уверяю, может быть, именно этой акции, ну, ежегодно одной тоже не хотелось бы, но мы будем искать новые формы. Цель одна – рассказать о нашем городе. И военно-патриотическое, наверное, воспитание очень важно. Мы подтягиваем к этой теме военно-историческое общество наше. Оно имеет перспективу развития. Это очень важно. Это нужно нашему городу. Этим летом исторические экскурсии войдут в список обзорных для туристов. Депутаты городского собрания Сочи планируют взять эту акцию за основу для создания нового экскурсионного маршрута под названием «Золотое кольцо Сочи». Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова